Мы будем представлять концепцию когнитивно-поведенческого коучинга. Ее можно считать авторской, но она в духе когнитивно-поведенческого подхода. А что основой является когнитивно-поведенческого подхода? Это модель некая, то есть когнитивная модель и некие принципы когнитивно-поведенческого коучинга. И все они реализованы в этой концепции, так же, как и в каких-то других концепциях когнитивно-поведенческого коучинга. Про эту концепцию можно почитать в сборнике статей, я думаю, у вас уже есть, да, этот сборник или будет в ближайшее время, она развернута там. И также можно посмотреть запись нашего выступления на префоруме. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь видел наше выступление на префоруме? Хорошо, почти половина людей. Если не видели, то, соответственно, это во второй половине этого длинного-длинного видео, которое можете найти на канале АКПП в YouTube. Ну, таймер 6 часов 54 минуты, чтобы не искать, можете записать сейчас. Так, и мы начнем с того, что от чего-то нам нужно оттолкнуться. Как я сейчас увидел, терапевтов, психологов, консультантов в этом зале большинство. Да, коучей меньшинство. Поэтому мы оттолкнемся все-таки от терапии, от психологического консультирования и раскроем тему коучинга с того ракурса, чем отличается коучинг от психологического консультирования и терапии, чтобы вам легче было перейти вот на эту область коучинга. А начнем мы с молитвы. Это тоже практика, да? Молитва такая. Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого. Нашего. Да, там это тоже используется. Вот такая вот молитва немецкого богослова считается, да, что это он ее впервые произнес. И она на самом деле очень глубокая и в русле когнитивно-поведенческого подхода. Но мы все-таки сейчас не про богословия, мы про научный подход. А в научном подходе речь идет о некой адаптации, да, адаптации организма к окружающей среде. Среда влияет на этот организм. И организм вынужден адаптироваться. В том числе и в психологическом плане. И в биологическом, и в психологическом. И эта адаптация в психологическом плане подразумевает то, что факты этой окружающей среды принимаются. Что это существо начинает чувствовать себя в той или иной степени безопасности, когда она принимает факты этой окружающей среды. И получает некоторую степень спокойствия. Вот это вот, так сказать, адаптация, можно сказать, психологическая. Это каким-то изменением, в том числе неблагоприятным, окружающей среды. Но есть и обратная связь, про которую никто, ну пока я не слышал, да, но очень мало, во всяком случае, говорится. Что на самом деле, то, что сказал Дарвин, Дарвин сказал следующее. Выживает не сильнейший и не умнейший. Выживает тот, кто лучше адаптируется к окружающей среде. Но вот в этой фразе есть одно слово, которое не очень приятно звучит. Это слово «выживает». То есть организм выживает. А хочется не просто выживать, да, хочется процветать. И как же можно процветать вот в этой среде, жесткой, достаточно агрессивной, только воздействие обратно, осуществляя воздействие на эту окружающую среду. Вот эта стрелочка обратная появилась, да, то есть организм, значит, принял факты, стал, ощущение появилось безопасности, он успокоился, и, возможно, он пойдет уже дальше, то есть обратное воздействие пойдет на окружающую среду, и он начнет менять эту окружающую среду. Но в принципе, в принципе, да, среда воздействует на организм как-то, и организм может, даже не адаптируясь, уже стараться эту среду под себя адаптировать, то есть ее как-то менять, да. И в этом случае ему уже нужно, что? Нужна уверенность в том, что он в состоянии это сделать, нужна креативность, творческий подход, да, чтобы ее изменить, и нужно принять этот вызов. И тогда произойдет вот этот двусторонний процесс адаптации, который на самом деле вот как двунаправленная стрелка. И что это означает в концепции когнитивно-поведенческого подхода? На самом деле, вот здесь как раз и идет адаптация, да, то есть есть ситуация, то есть окружающая среда и организм, то есть человек в этой окружающей среде. Есть некие мысли и реакции, эмоции, действия, ну и физиологические тоже реакции, которые здесь не указаны. И в когнитивно-поведенческом подходе большую часть времени, когда мы говорим о терапии, мы уделяем вот этой когнитивной составляющей, изменениям этой когнитивной составляющей и части адаптации к ситуации. Для того, чтобы нормализовать или сделать соответствующими этой ситуации, этой окружающей среды, эмоции, поведение и физиологическую реакцию человека. Но есть еще вот эта вот в обратную сторону направленная стрелочка, которая действия, но действия не просто как поведение автоматическое некое, а действия как целенаправленная деятельность, когда идет планомерный набор действий для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию. И поэтому в коучинге мы больше с клиентом, точнее клиент с помощью нас, больше обращает внимание на ситуацию, на то, как он может на эту ситуацию повлиять, как он может ее изменить. Но, конечно же, речь идет обязательно и о когнитивной составляющей, потому что там тоже необходимы какие-то изменения адаптационные. И большую часть времени мы уделяем деятельности, то есть планированию произвольных действий и произвольного мышления для того, чтобы опять же изменить эту ситуацию. И определение коучинга, как видим его мы, оно очень простое. Коучинг — это вид все-таки профессиональной деятельности по сопровождению человека в определении и достижении своих целей с использованием знаний о мышлении и поведении. Здесь ключевые слова — это сопровождение. И становится понятно, почему именно сопровождение. А потому что ситуацией лучше всегда владеть человеком. То есть мы не знаем, в какой он ситуации находим. Мы можем только догадываться. Мы не профессионалы, если речь идет о какой-то деятельности профессиональной. Поэтому мы полностью доверяем тому, что говорит нам клиент об этой ситуации. Он в этом эксперт лучше. Поэтому это сопровождение. Мы не можем его вести, не можем помогать, советовать и так далее. Определение своей цели. То, что мы говорили. Вот это вот обратное движение, воздействие на ситуацию — это целенаправленная деятельность. Потому что деятельность, если это становится какая-то деятельность по изменению ситуации, то она ведет к какой-то цели. Значит, что-то должно планироваться. И деятельность должна быть целенаправленной. С использованием знаний по мышлению и поведению. И вот тут вот как раз экспертность коуча. Коуч — эксперт в мышлении и поведении людей. Является ресурсом для своего клиента в знаниях, в навыках, в области мышления и поведения и делится по желанию, запросу клиента этими знаниями. Ну и самое важное здесь, наверное, слово — это вот оно такое маленькое, затерялось, но своих. Вот своих очень важно. Потому что если ты достигаешь чужие цели, если эти цели не интегрированы в твою личность, то все рушится. Об этом чуть попозже. Почему же все-таки цели так важны для человека? Можно ли жить вообще без целей? Ну, скорее всего, нет, потому что в целом человечество все то, что оно добилось на данный момент, и то, что нас очень сильно отличают от других видов животных, это то, что только человек в состоянии предвидеть будущее, ставить цели и их достигать. Это я от себя сказал, но лучше Павлова сложно очень сказать, очень красиво, как стих буквально читается. Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение, он есть основная форма жизненной энергии каждого из нас. Жизнь только того красная сильна, кто всю жизнь стремится к постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели. Или с одинаковым пылом переходит от одной цели к другой. Вся жизнь, все ее улучшения, вся ее культура делается рефлексом цели, делается только людьми, стремящимися к той или иной поставленной ими себе в жизни цели. Вот так сказал Павлов, «Когнитивно-поведический подход». Айронбек, Эмили Хейк, генеративная когнитивная модель. Потрясающая статья, которая закладывает будущее этого фактически подхода. И сказал он там следующее, вернее написали они следующее, по поводу режимов. Режимов, об этом тоже будем говорить чуть позже. Люди не только движимы событиями, но и выполняют основную роль в создании событий для самих себя. Эпиктет. Значительная часть человеческой деятельности обусловлены самостоятельно поставленными целями и добровольно взятыми на себя обязательствами. Теория режимов имеет отношение к системе когнитивных, аффективных, мотивационных, поведенческих паттернов и может быть использована для объяснения достижения жизненных целей и управления другими вызовами жизни или проблемами. Режимы представляют собой консолидированные убеждения, правила и ожидания, заложенные в схему, а также сложные концепции, такие как самооценка. Вместе эти компоненты функционируют как единая система. И здесь появляется системность. Значит, есть всё-таки какая-то система, и цель там играет какую-то очень важную роль в этой системе. И мы переходим к системе, которую в данном виде деятельности можно предложить. Все знакомы, я думаю, с концептуализацией БЭКа, когнитивной концептуализацией БЭКа. Здесь вы увидите когнитивную концептуализацию коучинга. Или мы ещё называем, особенно для клиентов, это когнитивные карты, чтобы не пугать клиентов, такими словами, как концептуализация, когнитивная карта. И в этой когнитивной карте есть нижний ситуативный уровень, уровень 1. И он очень прост. Он фактически показывает то, что уже есть в коучинге в виде разных фасцилитационных, мы называемых фасцилитационными моделями. Например, самая известная, это модель ГРО. Модель ГРО, по сути, в общем понимании, это движение из точки А, то есть из ситуации, в которой находится человек, из сложности, с которой он столкнулся, к некоему желаемому будущему и решению, в котором есть цель. То есть он движется от сложности текущей ситуации к цели в желаемой ситуации будущего. Посередине действия, которые он осуществляет, чтобы перейти с точки А в точку С. Таким образом, есть сложность, есть варианты действий, есть значимая цель. Но есть здесь еще составляющая когнитивной модели, то есть составляющая когнитивно-поведенческого подхода. Это всем известная, да, А, Б, С модель мыслей, эмоций, действий. Здесь мы все время говорим не про поведение, которое может быть таким вот автоматическим, непроизвольным, а именно произвольное поведение, а произвольное в действиях. Поэтому обозначаем их там. И, соответственно, появляется, что в ситуации текущей мы находим сложность. И у сложности есть вот эта описательная составляющая когнитивная модель. Какие мысли возникают, когда сложность эта появляется или появилась, какие эмоции, какие действия. Дальше, значимая цель. Также рассматриваем ее в когнитивной модели. То есть, какие мысли появляются в момент достижения цели, какие эмоции появляются и какие действия за этим следуют. Но также есть и в действиях тоже когнитивная модель, потому что, чтобы что-то сделать, надо сначала об этом подумать. Должна появиться мысль, запускающая это действие. Должна появиться эмоция, которая поддерживает эту мысль и это действие. Ну и, соответственно, действие появится. Поэтому мы делаем когнитивную модель ABC первого шага или какого-то значимого действия. Но ситуативный уровень для стандартного коучинга в принципе мог бы быть достаточным. То есть, разобрали ситуацию, нашли эмоциональным способом, как ее решить, поставили цель, распланировали деятельность. Но всему этому сильно очень может мешать более верхний когнитивный уровень. Это уровень убеждений, ограничений препятствий сложности и уровень знаний ресурсов поддержки и возможностей. Тут обратить внимание можно то, что мы не говорим про дисфункциональные, функциональные, ограничивающие, расширяющие, адаптивные, дезадаптивные и так далее. Мы про это не говорим. Потому что в целом убеждения они, с точки зрения по крайней мере коучинга, они во всяком случае в какой-то степени ограничивают поведенческий репертуар. Они уже изначально ограничивающие. Они уже изначально в каких-то ситуациях могут быть дисфункциональны. В каких-то функциональны, а в какие-то дисфункциональные. Они определяются ситуацией, их функциональность и дисфункциональность. Поэтому мы говорим о знании. И когда человек переходит от некоего такого мешающего убеждения к помогающему, это уже звучит скорее как знание. То есть нейтрально, спокойно, уверенно и как знание о данной ситуации. Лучшее знание о ситуации, конкретной или в общем. Поэтому клиент движется по сути по диагонали, в эту сторону. И здесь мы диагностируем, точнее исследуем вместе с клиентом ситуацию, убеждение сложности. А когда переводим его внимание на желаемое будущее, на его желание, то мы слышим там и поддержку, и ресурсы, и некое новое знание, которое позволяет достичь этого желаемого. Но есть еще более верхние уровни, да, то, что в концептуализации Б, как говорится, глубинные убеждения или еще глубже, там, потребности. Здесь речь идет о ценностях и о личностном смысле. Ну, личностный смысл, по сути, это я-концепция. То есть если ты добьешься этой цели, если образ желаемого будущего у тебя сложится, то что это будет для тебя значит, почему это для тебя важно. И, как правило, человек отвечает. Тогда я буду таким-то, тогда меня будут считать таким-то. И тогда, как правило, связано с социальным контекстом. То есть это такой вариант я-концепции. Но, конечно, есть более высокий уровень, это уровень потребности. О нем чуть позже. Про ценности, наверное, говорить нет смысла. Понятно, что это такой свет, который освещает всю жизнь человека и ориентирует его на этой когнитивной карте в его мире. А вот это вот очень интересная схема. Посмотрите, пожалуйста, видите ли вы здесь когнитивную концептуализацию Бека? Перевернутая. Перевернутая. То есть вот, пожалуйста, когнитивная концептуализация Бека. Почему она здесь находится? Потому что вот эта вот ось, это ось от прошлого к будущему. То есть вот тут вот где-то детство, вот тут вот актуальное прошлое, настоящая точка в перекрестии, в центре. А дальше пошло будущее. Вот мы концептуализируем кейс клиентов в терапии по прошедшим ситуациям, да, срезы. Срезы от более давних, более свежим, более актуальным, значимым и так далее. Поэтому она находится вот на этой оси с этой стороны. Коучинг находится в будущем. Мы большую часть времени находимся в этом будущем. То есть мы помогаем клиенту перейти в это будущее, которое желаемое. И ситуации разбираем. Начинаем, конечно же, с текущей ситуации. От нее надо оттолкнуться. Но дальше следующее, это будут некие действия, да, по-хронологически. И дальше будет желаемое будущее. Ситуация достижения цели. По вертикали. По вертикали опять обращаюсь к генеративной и когнитивной модели. Там это есть, это два режима. Два основных режима. Это режим саморазвития. А его называют self-expansion mode. Self-expansion, ну, можно перевести, конечно, как саморазвитие. Но буквально, если честно, это переводится расширение. Или саморасширение. Или экспансия, да, самоэкспансия. Вот. Ниже, ниже нуля, находится режим самозащиты. Или self-protection режим. И, по сути, вот когда человек находится вот в таком состоянии, в таком режиме, да, то у него что-то вот... Он чувствует себя в небезопасности, как минимум. А значит, раз в небезопасности, ему надо защищаться от окружающей среды. И он поэтому находится здесь. Здесь, наоборот, режим саморазвития. Это когда человек раскрывается, расширяется, да. Он встречает эту окружающую среду с неким даже вызовом таким. Поэтому эта часть находится коучинговая, да, находится там, где режим саморазвития. И вот интересная еще последняя, да, разработка, касающаяся strength-based концептуализации. Концептуализация основанная на сильных сторонах личности человека. На сильных сторонах личности. Вот где она здесь, как вы думаете? Она тоже слева. Да, она слева вот здесь вот, но выше. Потому что это уже мы смотрим, мы делаем концептуализацию по ситуациям, в которых человек самореализовывался, когда он был самоэффективен, когда он развивался и осуществлял некую экспансию. Поэтому вот так концептуализация будет в этом квадрате. И таким образом задача терапии, задача коучинга, по сути, одинаковы. Перейти из этого квадрата по диагонали вот в этот квадрат. Как правило, терапия заканчивается где-то, ну вот когда человек переходит вот в этот режим саморазвития. Но коучинг движется дальше. Он позволяет человеку развить свои сильные стороны еще больше. И также опять возвращаюсь к генеративной модели, когнитивной статье Бекка и Хейк. Важнейший сектор личности, связанный с расширением личных ресурсов, называется режимом саморазвития. Режим саморазвития связан с желанием индивида повысить собственную ценность, и вот здесь про ценности, например, повысить свой статус, экономическое положение или принадлежность. Как и другие режимы, режимы саморазвития представляют собой важную систему внутри личности, систему, интегрированную в соответствие с определенной целью и задачей. Опять Айронбек и Хейк, Эмли Хейк говорят про цель. Структура цели в режиме саморазвития состоит из ожиданий относительно субъективной ценности и результатов достижения цели. Практически все вот в этой концептуризации, которые вы сейчас увидели, коучинговые, есть в статье Бека и Хейк. Так, это уже практическая часть, сейчас я завершу, уже совсем чуть-чуть осталось, завершу вот такой вот фразой. Человек — единственное живое существо в природе, которое детерминируется в будущем больше, чем в настоящем и в прошлом. Создав ясную картину, образ будущего, который его вдохновляет, человек способен начать новую жизнь. Спасибо. На этом теоретическая часть закончилась. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ